В день народного единства во Дворце культуры юбилейной патриотический дух и творчество слились в одно целое. Коллективы Дворца культуры юбилейной всегда стараются быть в гуще событий нашего района, нашего города и всегда откликаются своими концертными рамами, поздравлениями. В этом концерте принимают участие все творческие коллективы Дворца культуры юбилейной. Они готовят патриотические номера. Этот концерт ведут дети, которые рассказывают историю нашего государства российского и то, как посредством объединения народов, дружбы народов, собственно, Россия выстояла, Россия процветала и что это очень важно, дружить между народами. Все песни, звучавшие со сцены, были посвящены только России. Чем больше мы проводим мероприятий данного рода, концерты, какие-то программы именно для патриотического воспитания, для объединения народа. Это сказывается только положительно, и дети это чувствуют. Очень важно в этот день помнить не только историческую значимость этого праздника, но и помнить о том, что именно в трудную минуту народ должен объединяться, должно быть уважение друг к другу. И тогда мы преодолеем любые трудности, и страна будет великой державой. У каждого народа есть своя история. История страны древняя, богатая событиями. Русь, матушка, всегда славилась героями своими. О них я тебе сейчас и расскажу. Я знаю то, что этот праздник очень важен для нашего народа, и то, что его празднуют каждый год все россияне. Зрители не просто смотрели концерт, они путешествовали сквозь века. Рассказ обо всех важных событиях истории России стал главной особенностью программы. Старый город в Бару, ходит в городе Ниги, глазки маленькие, воскресчёры Ниги. Я бы ставил, а Бог там от Ниги, на Россию нападь, хочет в город Ниги. Хочется поблагодарить всех прадедов, дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, воевали на Бородинских сражениях. И хочется сказать всем воскресенцам, чтобы даже не сказать, а попросить, чтобы они помнили этот день, всегда говорили спасибо людям пожилого возраста, что они сделали это. Полина Романюк, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.